МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развязав жестокую войну против Украины, Владимир Путин запустил необратимый процесс деколонизации в собственной стране. Нет войне! Нет войне! Многие граждане Федерации не хотят ассоциировать себя с преступлениями российской армии. Национальные республики и целые регионы начали задумываться о самостоятельности. МОСКВА! МОСКВА! Для многих может стать сюрпризом, но Петербург и Ленинградская область раньше были независимым государством, которое называлось Северная Ингрия. Сегодня же сторонников независимости этого региона от Москвы становится все больше. Ингерманландия – это территория на северо-западе нынешней Российской Федерации. Наше движение под территориями Германландии подразумевает территорию Ленобласти. Территорию Ленобласти исторически проживали различные финно-горские народности, финно-горское переное население. Абсолютно все прибалтийско-финские народы, от финнов до эстонцев, вепсов, карел, они изначально вышли с этой земли. Русская идентичность, она очень зыбкая, и она как раз таки зыбкая, потому что у многих вот под этой русской идентичностью, да, как говорится, поскребешь русского, найдешь лотарию. Вот у нас ты поскребешь русского, найдешь и Жора, и Фина, и Вепса, и Карелу. Факты исследования говорят сами за себя, что на самом деле никакие это не русские. Я этнический финно-германландец, но в моей семье в течение более 60 лет было не принято говорить о том, что мы финны германландцы, или было принято говорить об этом очень тихо. И я вот об этом узнал буквально, когда мне было лет 14, наверное, то есть первые 14 лет своей жизни, я ни сном, ни духом в этом ничего не слышал. Свою идентичность, отличную от московитов, петербуржцы и в том числе представители коренных народов региона продемонстрировали и после полномасштабного вторжения кремлевского диктатора в Украину. Санкт-Петербург и в целом вот этот северо-запад, он всегда был таким протестным регионом, который противопоставлялся Москве и московитам. 24 февраля и в первые дни, даже первые недели, я помню, наблюдал по новостям, я даже видел вживую большие, достаточно крупные по тем временам митинги в самом центре города против российской агрессии, российского вторжения и войны в Украине. Нет войне! Нет войне! Один из коренных народов Ингрии – это вепсы. Многим вепсам пришли повестки, что вот нужно отправляться на фронт, на чешую войну, непонятно за что. Многие вепсы, мужчины, они просто ушли в лес. То есть таким образом избежали мобилизации, там как раз сезон сбора ягод был, и они просто проигнорировали повестки и ушли в леса. Что касается жителей уже непосредственно Санкт-Петербурга, то, понятно, были различного рода акции, были различного рода протесты. Для чего вы сюда пришли? Как? Я сказать войне нет. Естественно. Когда началась мобилизация, нас достаточно много поджигали военкоматы, достаточно много таких случаев были. В целом, постоянно, что-то там раз в месяц, раз в два месяца всплывал какое-нибудь новое, то, что очередного команды дожгли или кинули котель Молотова в него. Власти пресекают всяческую активность, даже минимальную, даже одиночный пикет может вызвать интерес у силовиков и, соответственно, повлечь какие-то санкции вплоть до лишения свободы. Важно заметить, что и активисты, представители нашего движения, которые находятся именно на территории Ингерманландии, они тоже занимаются такой, ну так скажем, подпольной деятельностью, ведут агитацию среди соотечественников, среди тех, кто проживает в Петербурге, в Ленобласти, и проводят расклейку, например, агитационную, в поддержку нашего движения. Война, развязанная Путиным против Украины и, как следствие, мобилизация в России стали триггерами, которые с новой силой пробудили национально-освободительные движения Ингрии. Сторонники суверенитета заявляют, что их земли были оккупированы Москвой, а ингерманланцы имеют историческое право на независимость. Регион в составе России оказался в ходе захватнической войны. Его добровольно никуда не входил. Никто население не спрашивает коренной. Приходит Иван Грозный в 16 веке, Новгород сжигает, и, собственно, с Новгородом он пытается уничтожить и новгородцев. И добирается уже и до Жорской земли, которая была в составе новгородской республики. Таким образом, наш ребенок оказывается в составе России, именно в Москве, в первый раз. В дальнейшем эти земли перешли под контроль Швеции. В 1617 году был подписан Столбовский мир, который узаконил официальное название этой земли – Ингерманландия. С приходом шведской власти Швеция начинает активно заселять территории именно финнами и карелами. Начало переселять шведских подданных финнов восточных, савокот и евремейцев, которые должны были эти территории заселить. И вот в первую очередь две народности, они составят потом основу, и составляют до сих пор основу именно финского и грамманского этноса. Говорят, что до прихода Петра там были одни болота, и что это совершенно не соответствует действительности, потому что этот регион успешно, скажем так, торговал с соседями, развивался. Он не пришел на пустые территории. На пустые болотные территории в 17-18 веке прийти достаточно сложно. Они просто пришли и взяли эту территорию, отняли ее у людей. И вообще Петербург построен жителями южно-русских губерний. Люди вывозились на север и вот по кнутому заставляли этот город строить. Смертность была очень высокая. Ну, как говорится, знаете, бабы еще нарожают, у московитов говорят. В последующем Игерман Ланди находился в составе Российской империи. И в конце 19 века началось зарождаться национальное движение коренного населения Игерман Ланди. Когда происходит февральская революция, и уже даже более важная октябрьская, и граммоландцы, и коренного населения, в принципе, Игерман Ланди, оно сразу заявляет о себе, говорит, что мы просто хотим автономию. Политика военного коммунизма, она, конечно, идет максимально в разрез со всей этой историей. Поэтому, как только ее начали вводить, пытаться изымать у людей буквально еду, которую они сами вырастили, такая политика, она уперлась в сопротивление со стороны Игерман Ландцев, со стороны коренного населения. Красные начали призывать Игерман Ландцев в армию, чтобы участвовать в гражданской войне. Игерман Ландцы отказались это делать. Они саботировали, они препятствовали, они не хотели идти никуда, ни в какую Красную армию. Они воспринимали в штыки такую политику, поэтому уже в 19-м году организовывается Западный Игерман Ландский полк из этнических представителей коренного населения Игерман Ланди. И создается Северный Игерман Ландский полк, который занимает определенные территории на юге Игерман Ландии, то есть на севере именно Игерман Ландии, по границе с Финляндией, и проразглашает там Республику Северная Ингрия. В итоге они взяли такой населенный пункт, как Кириасауа. Это впоследствии будет такой административный центр Республики Северная Ингрия. За полтора года своего существования Республика Северная Ингрия смогла обзавестись всеми необходимыми государственными атрибутами. Гербом, флагом, гимном, армией, флотом, военной формой, судом, газетой, почтой и даже почтовыми марками. Но из-за численного превосходства большевиков Республика Северная Ингрия в конечном итоге не смогла сохранить государственность. Северная Ингрия, она просуществовала недолго. Была нехватка людей, которые смогли бы сражаться против большевиков. То есть вот такой вот человеческий ресурс, он был очень мал. Заключается Тартовский мир в Финляндии, по которому советы большевики идут на уступки, обещают гор золота и чудесную национальную автономию, в которой все будет славно. Но они заканчивают через 10 лет. И все это приходит к репрессиям и размыванию идентичности, и даже, в общем-то, физическому уничтожению коренного населения по репрессивной машине, расстрелами и отсылкой в ГУЛАГе. Как они объясняли репрессии? Что якобы финны, вот это мирное коренное население, которое просто живет на своей земле, они могут поддержать вторжение в Финляндии и, скажем так, оккупацию вот этих вот исполненно-советских земель. И этих людей просто десятками тысяч в вагонах для скота вывозили в Сибирь, на Урал, в Казахстан. Их потомки, включая меня, до недавнего момента жили там. То есть некоторые до сих пор там живут. Несмотря на массовые репрессии, коренные народы Ингрии все же смогли сохранить свою идентичность уже в момент распада Советской империи. В регионе начинает возрождаться национальное самосознание. В 90-е действительно можно сказать именно, что реаниментство граммской культуры и культуры коренного населения, в принципе, Невского края. Потому что перестройку были отменены законы, которые просто-таки запрещали инграмам возвращаться на родную землю. И многие инграмамцы, которые были рассеяны по Советскому Союзу, направились на родную землю, в Инграммаландию сразу же, при первой возможности. И тогда же была создана официальная организация инграмманских финнов на территории России. Это Петер Ингрен Лиетто. То есть Петербургский Инграммский Союз. А если бы Инграммаландия имела статус республики, то есть, ну, как Эстония или Литва, то я полагаю, что вполне был бы возможен выход из состава вот этой вот России. Многие выступали за автономию Петербурга и Ленобласти, как минимум вот в таком региональном виде автономии в виде республики, например, от всего остального московского государства. И в этом, опять же, чувствовалась как раз-таки эта тяга к тому, чтобы отделить себя, оказать свою инаковость. Параллельно с этим, в десятые годы у нас происходит процесс в Российской Федерации, что Путин начинает давить на национальные культуры, национальные языки. И поэтому уже к концу десятых этот вот небольшой период Тренессанса сходит на практически что-то на нет. Мы вернулись практически к ситуации столетней давности, 1930-х годов, и сталинского давления на национальную культуру коренных народов, коренного населения. Случается 24 февраля 2022 года, и после этого момент вопроса независимости, он встает прям ребром, по мнению многих, и по мнению нашей организации, по моему личному мнению. Опритение независимости, оно позволит людям получить шанс на нормальную жизнь. То есть мы видим, что присутствие нашей земли в составе федерации российской, оно никаких плюсов не приносит. Россия начала откровенно захватить неоколониальную войну в отношении Украины. Вот эти все проблемы внутри страны, внутри так называемой федерации, они вскрылись уже максимально остро и ярко. Наше движение, оно называется Неванма, и оно выступает за независимость Инкинманландии и построение независимого государства. Но есть также объединение вот подобных нашему движений в общее единое целое. Это называется Сурсуанат Сотилат. Родственные финно-угорские народы, они должны жить, если не в одном государстве, то, по крайней мере, в союзе вот этих государств. И как раз таки в этом идея, что нам нужно объединиться, сразу уже все обсудить, чтобы не было никаких конфликтов в последующем. И опять же, чтобы можно было в дальнейшем противостоять возможной новой экспансии теоретического московского государства или того, что придет на его место. Помимо политических и этнокультурных движений за свободу Ингрии, некоторые представители финно-угорских народов сражаются с оружием в руках на стороне Украины. Один из них – боец с позывным Тео. Согласился поговорить с нами, но вынужден скрывать свое лицо для безопасности близких, которые находятся на территории РФ. Всю жизнь я жил в территории России. Всю жизнь я думал, что я русский. У меня написано, что я русский везде. В школе мне преподают русскую историю, русский язык. Но, как оказалось, меня рассказали мои родственники, что, оказывается, у нас в основном все корни уходят к прибалтифинским, финским народам. В конце концов, я заказал себе тест ТНК, и я особо русских много там не нашел. В основном это народы – вепсы и финны. Тео – представитель боевого формирования «Великая Ингрия». Он говорит, что сражается против путинского режима и за будущую свободу своей земли. Мы искренне верим в протест, но не простой мирный протест, потому как сколько бы ни было протестных акций мирных на территории России, это ни к чему не приведет. Задачи первостепенно – это, конечно же, военное сотрудничество с Украиной в целях защиты от угрозы большевизма современного. Народы умирают тогда, когда умирают их язык, поэтому возрождайте свою культуру, в первую очередь изучайте историю своей семьи, откуда ваши корни идут, и, возможно, вы поймете, что на самом деле, какие вы не русские, что это всего лишь имперский этноним, который был придуман, чтобы объединить людей для вот этих вот новых завоевательных походов.